Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», я ее ведущий Никита Васильев. Сегодня мы поговорим о мусоре, а точнее о сборе мусора, а точнее о правильном сборе, то есть сборе раздельном. В настоящее время в нашей стране и в нашей области проводится так называемая мусорная реформа. Ну, нужно, наверное, отметить, что до ее начала, по сути, какая-то государственная серьезная политика, связанная с раздельным сбором, с разделением мусора, у нас, к сожалению, отсутствовала. Вот сейчас, наконец-таки, начали предприниматься первые попытки по налаживанию системы раздельного сбора мусора, по расширению фракций при раздельном сборе твердых коммунальных отходов, ну и в том числе по повышению мусорной грамотности, если можно так сказать, чтобы жители тоже понимали, как, куда, что им правильно выкидывать. Сегодня мы постараемся обо всем этом поговорить. Я представлю сегодняшних моих гостей. Татьяна Иванченко, пресс-секретарь регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании «Тверь спецавтохозяйств». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Алена Хрусталева, эко-тренер, координатор Всемирного дня чистоты «Сделаем» в Твери и Тверской области. Алена, добрый день. Очень приятно. И Александр Кулаев, общественник, житель города Твери. Анастан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашей студии 300-190. Вы можете звонить, задавать свои вопросы нашим гостям. Какие-то предложения, свои мнения, замечания по поводу мусорной реформы, по поводу раздельного сбора мусора высказывать. Мы обязательно выслушаем и послушаем с огромным интересом. Итак, раздельный сбор мусора, раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Татьяна, первый вопрос к вам. На каком этапе сейчас в нашем регионе, в Тверской области, мусорная реформа? Как далеко удалось продвинуться вообще в этой работе? Ну, вот мусорная реформа, да, это в народе ее так обозвали мусорная, да. Может быть, не очень благозвучно звучит, но цель ее как раз-таки сократить количество мусора, которое идет на захоронение на полигон. Один, значит, из очень важных шагов в этом направлении, это внедрение раздельного сбора отходов. И хочется отметить, что в Твери мы достаточно неплохо выглядим на уровне даже других региональных центров по внедрению данной системы. То есть практически на всех контейнерных площадках города у нас установлены контейнеры двух цветов. Это в основном зеленые, да, традиционные, в которые идут неперерабатываемые отходы, пищевые. И синие контейнеры — это так называемая дуальная система, которая предполагает контейнеры двух цветов, перерабатываемые и неперерабатываемые. В синие контейнеры у нас идут и пластик, и стекло, и металл алюминий, и бумага. Ну, да, оно идет все в один контейнер, но и забирают эти контейнеры исключительно синие машины. Люди, если вначале было какое-то недоверие, что вы поставите контейнеры для раздельного сбора, а потом все будете вместе вывозить, то люди убедились в том, что и машины разные вывозят, и синие машины сразу направляются на сортировочную линию. Соответственно, выделение полезных фракций из отходов из синих контейнеров значительно выше. Ну, то есть вот порядка 70% у нас в Твери. Ну, из зеленых контейнеров... Это в сравнении с чем? 70%? 70% от общего объема отходов. То есть из синих контейнеров это говорит о том, что наши люди действительно ответственно подошли к раздельному сбору отходов, к такой возможности, которая им дана, и они туда не все подряд выбрасывают, а все-таки сортируют. Да, часть из зеленых контейнеров тоже поступает, часть пока, на сортировку. Ну, конечно, отбор полезных фракций там незначительный. Во-первых, ну, то, что они и загрязнены пищевыми продуктами, у нас, к сожалению, вот пищевые продукты, то есть пищевые отходы не отделяются. Это проще сделать жителям сельских местностей, да, у кого есть дача, там компостная куча. Ну, вот в городе пока этот вопрос не решен, поэтому все идет в один. Ну, а что касается региона, то, да, раздельный сбор там еще, ну, в перспективе, так скажем, нет. У нас уже начали подключаться некоторые территории Калининского района, то есть в 13 населенных пунктах Калининского района установлены синие контейнеры, тоже есть возможность раздельного сбора отходов, планируется в ближайшее время Конаково, Ржев и, ну, вот ряд других городов, ну, решаются вопросы организационные. В общем-то, конечно, эта система будет распространяться в идеале и дальше. Ну, еще по региону, что можно сказать, что все-таки, вот, например, такие программы общественные, как «Добрые крышечки», да, это и благотворительная программа, и экологическая, да, то есть это отбор на переработку «Добрых крышечек». Вот она запущена по всему региону, и у нас в офисах ЦАХ мы тоже объявили сбор «Добрых крышечек». Я знаю, другие организации тоже логистическими партнерами подключились к этому проекту. Вот, дальше батарейки, например, сбор батареек, это опасные отходы, да, у нас. Сейчас у нас порядка 300 школ в этом году подключаются к сбору батареек, и потом региональный оператор организует этот сбор и отправится это в торсырье на переработку в Ярославль. Ну, вот, то есть, какими-то точечно этот сбор есть, но, конечно, есть над чем работать. Давайте тогда еще раз, вот вы сказали, да, уже вы начали рассказывать, чтобы люди сразу, мы обозначим, да, синий и зеленый контейнеры, что в какие выбрасывать. Значит, в синий контейнер у нас идет то, что в дальнейшем на переработку пойдет. Это стекло. По поводу стекла, вот стекло может перерабатываться огромное количество, ну, то есть, бесконечное количество раз. Вот, идет, нельзя кидать, например, туда керамику, зеркала, там, оконные стекла, а баночные, бутылочные стекла, пожалуйста, в синие контейнеры. Дальше пластик. Ну, пластик, он сложный в плане градации. Там есть маркировки, ну, многие, наверное, уже знают, что в треугольничке указаны там циферки от 1 до 7. И перерабатываются 1, 2, 4, 5 цифры. Хочу сказать, что у нас вот в Тверской области, в Твери, в Тверской области, есть один из крупнейших заводов по переработке пластика, это Тверской завод вторичных полимеров. И, то есть, вот мы наглядно видим, что это не просто слова, да, о переработке, а то, что вот действующее предприятие, крупнейшее оно. И на нем, вот, проводятся эксперименты по расширению категории пластика, которая идет для переработки. Вот, значит, стекло, пластик, бумага, картон, обращаю внимание, что они должны быть чистыми, остальное, и там, салфетки различные, и там, чеки, факсовая бумага, это все не идет в переработку. И металл алюминия, он практически любой идет в переработку, ржавый, там, горелый и так далее. То есть, это синий контейнер. Синий контейнер, да. И для того, чтобы людям было понятно, мы и листовки разработали, макеты листовок, рассылали по ТСЖ и по управляющим компаниям с просьбой разместить на информационных стендах, по учебным заведениям тоже отправляли, ну, сейчас, вот, с началом учебного года мы это повторим, и ведем разговор с управлением образования города о том, о возможности размещения, например, в электронных дневниках этой листовки, чтобы и дети, и родители еще раз наткнулись взглядом, да, что куда кидать. И на контейнерной площадке мы сделали информационные таблички, кто осуществляет вывоз мусора, там, во сколько, и еще раз на этой же табличке мы изобразили синий-зеленый контейнер с изображением того, в какой контейнер надо кидать. Кто не кидать. Ну, а вот, к слову, да, сразу уточняющий вопрос по поводу этих сборов батареек тоже. Насколько эта история развита в Твери? Вот об этом поговорить немножко. Эта история очень развита в Твери, и я хочу сказать большое спасибо предпринимателю Алексею Задонскому, вот у него есть магазин «Волшебный», а вообще он яркий пример социальной ответственности предпринимателя. Он еще лет 10 назад на свои средства изготовил контейнеры, колбы прозрачные для школ, постепенно он поставил эти колбы во все школы Твери, и, в общем-то, наши дети уже привыкли этот опасный отход кидать в нужное место. Сам он в свое время организовывал вывоз, и ему, ну, просто низкий поклон и огромное спасибо. Так вот, а в том году к нам обратилась компания «Дюрасел» с предложением примкнуть к всероссийской акции. И, в общем-то, у нас один из первых регионов, которые примкнули, и региональный оператор Твери спецавтохозяйства выступает организатором по Тверской области. Сейчас уже присоединилось к сбору батареек много школ и региона. Мы раздаем пакеты специальные от «Дюрасел», в часть школ пошли контейнеры, и вот буквально вчера мы тоже получили еще часть контейнеров. Мы их дадим некоторым муниципалитетам в какие-то пакеты, и затем в определенное время будет организован... ...с этих контейнеров с батарейкой. Да, мы привезем это все в Тверь. Я хочу сказать, что в прошлый раз перед зимой, когда мы вывозили контейнеры, у нас 5 тонн школьники собрали батареи. Мы будем надеяться, что в новом учебном году будет еще больше. У нас небольшая реклама. Скоро вернемся, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Номер прямого эфира — 3190. Сегодня мы говорим о раздельном сборе мусора, о том, как идет на территории Тверской области мусорная реформа, вообще как эта работа вся осуществляется. У нас в гостях сегодня представитель регионального оператора по собращению ТКО Тверспецавтохозяйства Татьяна Иванченко, Алена Хрусталева — экотренер, координатор Всемирного дня чистоты «Сделаем в Твери» и общественник, житель города Твери Александр Кулаев. Ален, проект «Сделаем». Что это такое? Какую работу ведете? Что он в себя вообще включает? Уже третий год подряд мы проводим акцию «Всемирный день чистоты». Это мировая акция, которая взяла начало в Эстонии. Ежегодно мы убираем природные объекты от мусора, то есть очищаем парки, берега рек, очищаем какие-то несанкционированные свалки, которые люди самостоятельно находят, и мы их убираем вместе с волонтерами. То есть эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме мусора, к раздельному сбору отходов, потому что проблема мусора, многие ее недооценивают и перекладывают ответственность на регионального оператора, на власти, на законы, хотя я считаю, что ответственность за раздельный сбор мусора несет каждый из нас. Многие считают, когда я общаюсь по поводу акции, многие считают, что когда они выбрасывают отходы в контейнер, то в дальнейшем региональный оператор все отсортирует, и, соответственно, им ничего делать дополнительно не нужно. Но на самом деле дело обстоит немножечко не так. Когда люди выбрасывают вторсырье вместе с бытовыми отходами, вместе с органикой, то этот мусор становится грязным. Из этого мусора можно переработать лишь 20%. Правильно, Татьяна? Ну да. А когда люди сортируют отходы, раскладывают их по разным контейнерам, то из этого уже можно получить 80% хорошего качественного сырья, который в дальнейшем становится новыми вещами. В России существует уже много заводов по переработке мусора, отходов, но они на данный момент не загружены, потому что недостаточно сырья. И сырье как раз это можем сделать мы, каждый из нас, если будем сортировать отходы. Проблема мусора стоит в мире и в России очень острая. То есть ежегодно в России каждый человек производит 50 килограмм отходов ежегодно. Если взять два года, то величина мусора вырастает, это как величиной сельбрус. Соответственно, вот этот мусор, он загрязняет и окружающую среду. То есть полигоны часто горят, отравляя атмосферу. Яды попадают в сточные воды, тем самым мы пьем отравленную воду. То есть с этим совсем нужно бороться и не только полагаться на регионального оператора, либо на законы какие-то, но каждый из нас должен что-то сделать. И спросить себя уже сегодня, а что я могу сделать сейчас для того, чтобы эту ситуацию изменить. Чтобы наши дети и внуки, они жили в чистом мире, в чистом доме, так скажем. Первое, что мы можем сделать, на мой взгляд, это сократить потребление. То есть быть ответственным за то, что мы потребляем, что мы покупаем. И каждый раз перед покупкой спрашивать себя, насколько нужна мне эта вещь. Как я буду ее в дальнейшем использовать, как долго она у меня прослужит и как я буду ее утилизировать. Каждый раз, когда мы покупаем пластиковые пакеты, мы не задумываемся о том, что мы их используем всего в среднем 12 минут по статистике, а потом они 200-400 лет разлагаются в природе. Пластиковые пакеты это такие обычные пакеты, в которых мы домой приносим из супермаркета продукты. Да, то есть это либо мешки, майки, либо это даже вот эти прозрачные пакеты. Даешь отказ от пластиковых пакетов. Соответственно, что можно предложить взамен? Во-первых, использовать многоразовые мешки. Их сейчас легко купить в любых магазинах каких-то экоответственных. Брать пакеты с собой из дома. То есть, например, мы же не забываем брать с собой кошелек, карточку для того, чтобы оплатить продукты питания. Точно так же не забывать взять с собой свой многоразовый мешочек. Кроме этого, я сейчас могу рассказать, как просто организовать раздельный сбор мусора у себя дома. Давайте. То есть, что нам нужно сделать? В первую очередь, определиться, какие ближайшие пункты приема вторсырья есть в вашем районе. Посмотреть в интернете, что ближайшее, чтобы понимать, куда вы сможете сдать это вторсырье. Если у вас организованный раздельный сбор мусора во дворе, то это замечательно. Это уже решит основную проблему. Дальше взять три коробки, либо три контейнера, установить их либо на балконе, либо в каком-то подсобном у себя помещении. И складывать отдельно бумагу, отдельно пластик и отдельно стекло и металл. Для того, чтобы переработчик принял вот это сырье, необходимо обязательно удалять различные загрязнения. То есть, сначала отмыть пакеты, остатки пищи, да. Да, как раз-таки отмыть баночки. Давайте продолжим немножко позже. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы слушаем вас. Здравствуйте. Знаете что, ну вот, конечно, мусорная реформа, это здорово, это правильно. Наконец-то это дошло до Российской Федерации. Российская Федерация немного выходит из дремучего леса уже к цивилизованным странам. Как это сделано, допустим, в Японии, Швеции и то же самое Европе, да, где, в принципе, там существуют национальные проекты, где чуть ли там не с молоком матери, и дети уже с детства знают, что нужно разделять мусор. К сожалению, у нас в России немножко получается, ну, в частности, в Усквере немножко по-другому, да. То есть, поставили вот эти синие контейнеры, которые неделями и, может, даже месяцами не вывозятся, да. То есть, складированы вот эти бутылки, они лежат, 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 когда-то, наверное, это вывезут. И, наверное, единственное, ну, не на правах рекламы, да, это, наверное, докоплон, где стоят четыре вот эти урны для картона, для стекла, там, для пластика и тому подобное. То есть, почему-то вот, когда в России что-то вводится, это все вводится настолько медленно и очень, прямо, ну, нехорошо, да. Дальше. Есть еще момент такой, как вот эти пандоматы, да, или фандоматы, ну, как хотите его назовите, да. То есть, для сдачи, там, бутылок, пластика в магазинах. Недавно, там, в Тверской области объявили, что первый этот пандомат будет поставлен в каком-то магазине. И чуть ли это не национальный праздник, что вот, первый и здорово. Ну, извините, в Европе это давным-давно уже это все сделано. Плюс, опять же, да, наверное, не совсем правильно в плане маркетинга, да. То есть, сдал бутылку, тебе дали какой-то там купон на какую-то косметику. Нужна эта косметика, не нужна косметика, но это другой вопрос, да. Да, в частности, но в Европе это сделано как? Есть, грубо говоря, бутылка лимонада, да. К ней уже приписована цифра, к ней показана на сценнике некая стоимость этой тары, которую ты потом можешь сдать в этот пандомат или фандомат, и тебе выдается чек с реальными деньгами. То есть, с этим чеком ты можешь расплатиться на кассу. Вот это действительно, да, позволит людям, как вспомните, в советское время, да, что люди бутылки, банки носили в стеклотару, сдавали, то же самое это было касаемо макулатуры. Но вот сейчас это, извините, но это жалко и патруль. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Татьяна, ну вот несколько сразу наш слушатель и зритель обозначил проблем. Во-первых, да, почему так медленно? Вот по мнению наших телезрителей, мусорная реформа и уровень, да, общий уровень организации раздельного сбора мусора очень медленно приживается, очень медленно обустраивается в территории Верхней Олочи. Почему? И так ли это? Согласны ли вы? Ну, я хочу сказать, что, может быть, оно, конечно, хотелось бы быстрее, да, всегда все хорошее, хотелось бы, чтобы быстро внедрялось. Однако в странах Европы тоже очень много времени прошло, прежде чем и люди перестроились, и система заработала как следует. То есть это были десятилетия, и как раз-таки сейчас аналитики говорят о том, что у нас мусорная реформа даже идет побыстрее, но просто потому, что у нас есть примеры уже западных стран, они раньше начали. Но вместе с тем мы позже, вот как раз рассказала, мы позже начали. Вот именно, да, то есть мы идем вслед за другими, и я думаю, что мы немедленно идем, вот. Но я согласна, хотелось бы побыстрее. Что касается Японии, там, Швеции и так далее, секундочку. Вот говорят, что у нас неудобно. Я прошу прощения, если где-то там не вывозится так долго, но это на самом деле странно, потому что, в общем-то, мы следим, и если что, управляющие компании нам звонят, или жители звонят, если вдруг действительно происходит переполнение. Но я согласна, что есть еще над чем работать. Вот, дальше. Насколько удобно, неудобно. Вот в Японии, например, каждый день машина приезжает за определенной фракцией. То есть люди у себя на семь мешков дома собирают эти фракции разные, и раз в неделю определенную фракцию выносят в эту машину. Я не знаю, насколько было бы удобно нам раз в неделю пластик вынести, все остальное копить дома. Раз в неделю там следующую фракцию вынести. Там в Швеции, например, пакетик чайный разделяется на несколько фракций. Бумажка в отдельный мешочек, чай в отдельный мешочек, от пакетика это в отдельный мешочек. Ну вот, если говорить об удобстве. То есть мне кажется, что в тех странах удобство потребителей не очень на первый план выставляется, а прежде всего экологическая тема, экологическая проблема и переработка. Но я согласна, что надо думать об удобстве, что надо вовремя вывозить контейнеры. Вы бы сказали свой адрес, или напишите нам в социальных сетях, на сайте. У нас, кстати, и на сайте мы принимаем сообщить о проблеме. У нас есть кнопка. У нас есть мобильное приложение, и мы достаточно оперативно реагируем, и в соцсетях принимаем. Ну, что касается фундамата, да, действительно, недавно его установили. Первый, напомним, первый в Твери, да, или в регионе? Первый в регионе, да, фундамат. Но у нас был фундамат Афанасий Пива для своей тары, устанавливал фундамат. Это фундамат для пластика от 0,5 до 2 литров. Емкости там же идут не просто бутылки питьевые, но и емкости от шампуня и так далее. В Магните на 50 лет, ой, на Октябрьском проспекте. Это гипермаркет Магнит. И да, там купоны на продукцию чистой линии. Ну, как бы, это первый шаг. Почему это плохо? Естественно, об этом рассказали, чтобы люди знали. Я согласна, что, может быть, не для всех актуальна покупка чистой линии, но это просто как одна из возможностей. То есть, пожалуйста, кинь эту бутылку в синий контейнер у себя во дворе. Но если есть интерес, можешь отнести фундамат и получить 10% скидки. Можно я тоже сделаю небольшой комментарий? Вот по поводу того, что переполняются вот эти контейнеры с пластиковой тарой, то, насколько я знаю, что переработчик, ну и даже организации, которые принимают этот мусор, они требуют, чтобы жители сминали тару, прежде чем ее опустить в этот контейнер. Для того, чтобы туда поместилось как можно больше этой тары, тогда нужно будет реже вывозить. Соответственно, затраты на вывоз будут меньше. И, соответственно, как только переполнилось, там есть всегда телефоны того, кому можно позвонить, и сразу за этим контейнером с удовольствием приедет переработчик и заберет. Александр, ну вот вы как раз, да, вот хотел вас спросить. Вы, наверное, зная вас, вы отчасти, наверное, даже не отчасти, может, по большей степени согласитесь вот с нашим телезрителем, который нам позвонил. Вот он, мне кажется, вот в духе того, как вы видите, вот вообще, в целом, как оцениваете мусорную реформу, как оцениваете работу, которая ведется по сбору мусора в Тверище? Ну да, хорошо, вот как мы простые жители оценим? Мы оцениваем, прежде всего, состоянием мусорной площадки. Какая у нас мусорная площадка? Вот посмотрите, началась реформа, спецавты определили мусорного оператора, конкуренты убрались, да, вроде как бы плюс, да. Поменяли камазы, да, на новые, тоже хорошо, замечательно. Поменяли контейнеры, теперь пластиковые контейнеры, вместе металлических стали пластиковые. И что же мы в результате видим? Эти пластиковые контейнеры, они находятся в открытом состоянии. За ночь туда, за день накидывается мусор, а птицы потом за ночь все это летают по двору. То есть нужно, что, какое замечание от жителей? Нужен удобный контейнер для жителей, не такая большая крышка, да, поскольку практически, я посмотрю, все контейнеры не закрываются крышками, они все открыты. Отсюда размножаются птицы, они растаскивают. Да, после моей жалобы губернатору и главе города Твери, значит, вывоз, я должен сказать спасибо, вывозить стали хорошо. Контейнеры стали пустые. Но приглядность мусорных вот этих площадок, она не стала лучше, понимаете? Потому что здесь нужно комплексно решать проблему. Это информация совершенно правильно жителей о том, как это делается. Плюс удобный контейнер для жителей, он должен закрываться. Должен быть закон, что он не должен оставаться, потому что как только открывается, туда сразу вся живность налетает. И понятно, нужен закон. Сейчас, к сожалению, у нас контейнеры открыты. Плюс вот эти строительные материалы, да, всякие двери, старые шкафы, все это. Для них нужно отдельно строить закрывающиеся, как я вот показал на фотографии, да, специальные шкафы металлические, которые бы закрывались и не портили эстетику двора. Потому что все-таки мусорная реформа в нашем представлении жителей, это прежде всего состояние мусорной площадки, насколько она грамотно выглядит. Вот нам посоветовали, товарищи жители, соберитесь домами и, значит, скидывайтесь по денежкам, входите в программы государственные и обустраивайте дополнительно, так сказать, свои площадки навесами, дверьми и прочими. Жители послушали бы, говорили, мы будем проводить еще собрание по этому вопросу. Очень негативно отнеслись. Говорят, что если бы поставили в том, вот, в смыслной площадке, в котором сейчас находится, поставили нам удобный контейнер, в котором бы закрывались крышки, в котором было удобно открывать, складывать, да, вот. Нам бы этого вполне было бы достаточно, чем сейчас вот скидываться на дополнительные затраты. Не знаю, вопрос спорный, понимаете, потому что спорный вопрос. Вот, ну, если бы вот мусорный оператор действительно обеспечил нас, жители, теми вот закрывающимися удобными контейнерами, да, другими, потому что все-таки это производственный контейнер, да, на производствах, там, в специальной одежде, в ежовых рукавицах специалисты выкидывают мусор, да. Да, вот эти большие контейнеры, они удобны для загрузки, но они неудобны для жителей. Поэтому здесь два выхода. Либо менять, значит, контейнеры на удобные, посмотреть, какие они есть, обратиться к производителю, значит, конструкторам, которые спроектировали удобный контейнер, которые, может быть, выкидывать мусор туда, не открывая крышек, может быть, какие-то системы специальные сделать, да, интересные. Здесь надо развивать. По поводу неполной заполняемости мусором. Может быть, проектировщикам подумать о том, что какие-то датчики заполнения, по мере заполнения датчик срабатывает, приходит на, так сказать, оператору на телефон, тот, кто ездит, и он по мере заполнения подъезжает. Может быть, такая. Да, умный контейнер. Здесь очень много. В Германии, например, сам контейнер прессует, понимаете, поэтому объем уже уменьшается, понимаете. Здесь есть куда работать. Но, опять же, добавлю, что в представлении наших жителей это удобная, вписывающаяся в интерьер двора площадка. Плюс обслуживание этой площадки, чтобы все-таки раз в месяц тот, кто занимается обслуживанием площадки, мыли бы контейнеры, чтобы они были в чистом состоянии, чтобы, опять же, крысы, которые там разводятся, тоже как-то санпинт, что, может, кто этим занимается, занимались этими вопросами. Потому что сейчас практически каждый из жителей, каждый выносит мусор на свою площадку. Товарищи Тверичи, обратите внимание, и подумайте, удобна ли вам эта мусорная площадка. Подумайте, что крышка должна закрываться. У нас еще один телефонный звонок сразу. Здравствуйте, вы прямо в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире, говорите. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас у вас серьезная тема насчет мусора. Так. А тут... А, это меня слушает. Вот. Ну, вот такой вот вопрос. А куда выбрасывать градусные измерения температуры? Там ходит очень ртуть, которая разбивается, и вредно для почвы, а потом идет это в пищу людям. И второе. Аппараты, вот, для измерения давления тоже испорчены. Куда их выбрасывать или куда-то сдавать? Будьте добры. Спасибо большое. Татьяна, ну, давайте рассказывайте, просвещайте градусники с ртутью, да, и аппараты для измерения давления. Куда их утилизировать? Ну да, периодически региональный оператор делает разъяснение по поводу обращения с опасными отходами и другого вида отходами. И мы у себя публикуем, это я к тому, что смотрите, у нас на сайте, у нас в социальных сетях есть эта информация. Что касается градусников. По постановлению правительства, затрудняюсь сказать номер какому, но ответственность по утилизации градусников по сбору и отправлению их на утилизацию лежит на управляющих компаниях. Если это касается многоквартирных домов, то есть у них в тариф это заложено, то есть, соответственно, в каждом многоквартирном доме должна быть какая-то емкость управляющей компании, ну, или это будет в домоуправлении, куда они должны лампы и градусники собирать и затем отправлять их на утилизацию. Если частным порядком, то есть определенные компании, можно найти в интернете их, но только надо взять этот градусник, привезти туда, и там 15 рублей за штуку, за градусник или за лампу ты платишь за то, чтобы взяли на утилизацию. Но я повторюсь, если есть управляющая компания, то это должна делать она. Что касается аппаратов, да, или вообще электротехники, долгое время я затруднялась ответить на этот вопрос, теперь хочу прям вот вам первым новость такую сообщить, что наш регион собирается вступить в программу вместе с Фондом рационального природопользования. Мы связались с ними буквально на этой неделе, и у них есть школа утилизации электроника. Это возможность всем сдать на утилизацию бесплатно электротехнику, бытовую технику, компьютерные приборы, ну, в том числе и аппараты по измерению давления, то, что вы говорите. Вот, и бюджетные организации могут у себя на территории списать, во-первых, бесплатно списать свою компьютерную технику, то, что обычно они должны платить за утилизацию данной техники. То есть это, в общем-то, плюсов много, но расскажу об этом поподробнее, когда будет конкретика. Да, а сейчас у нас еще один телефонный звонок, мы сегодня у нас, вот, да, видим, большой интересной пользуется тема. Здравствуйте, в эфире, слушаем вас. Добрый день, меня зовут Ольга, вот у нас контейнерная площадка накрасена 46, корпус 1. И я могу сказать, что состояние контейнерной площадки зависит больше всего от жителей. Вот у нас она закрытого типа, там нет ни мусора, ни птиц, ни собак, ни крыс, ни животных. Никто этот мусор не раскидывает, потому что жители организованно носят и закрывают дверки. В принципе, это очень удобно. И при этом, при всем, региональный оператор вот стал вывозить ежедневно. То есть насколько, я не знаю, насколько в 8, да, 7 часов вывозят каждое утро у нас площадку, то есть там все чисто. А раньше стоял большой контейнер, наверное, организации, и вот мусор из большого открытого контейнера разлетался по всему району. То есть потом мы попросили вот брать этот контейнер, как только убрали открытый контейнер, все прекрасно стало. То есть вот площадки надо строить, именно закрытого типа. И большое спасибо региональному оператору. Спасибо. Так вот, здесь вопрос в контроле, в организации контроля за этими площадками. Наверное, все-таки муниципалитет, наши власти должны организовать контроль по соответствии этих площадок. Сейчас этого контроля нет, потому что то, что сейчас мы видим, вот хорошо здесь позаботились. А если здесь не позаботились? Вот Татьяна сказала, что должны предоставить, они предоставили специальное место для градусников, да? И кто же сейчас будет контролировать этот вопрос? Кто будет контролировать, если пока вот кроме общественности, как меня, который написал жалобу губернатору, и дело вроде пошло, стали ввозить, слава тебе, господи, мусор, понимаете? Кто же должен? Наверное, все-таки нашим муниципальным властям, да, нужно как-то налаживать взаимосвязь с управляющими компаниями, да, с ТСЖ всякими, с жителями. Наверное, все-таки вот если у нас есть администрация Заворского района, там целый отдел сидит по работе с населением, да, вообще с общественностью, ну, наверное, надо оторвать с табуретка-то чиновников наших, чтобы они в народ пошли, понимаете? И начали контролировать как-то, если это не будет налажен вот этот контроль, да, не только стороны общественности, которые однажды уже, так сказать, поднимут вопрос, когда уже все, мусором завалится, понимаете? Надо все-таки подключать нашу власть, чтобы они тоже начинали наводить контроль не только за, так сказать, тем, как вывозится, как работает мусорный пиатр, но и так, как обустраивается площадки. Алёна, на ваш взгляд, все-таки, вот, скажем так, роль, да, в этой деятельности властей и самих граждан, как она должна, скажем так, распределяться, да, и вот на ваш взгляд, все-таки вы этой темой тоже, как экотренер, тоже и людей тоже вы подтягиваете в это, вот на ваш взгляд, как эта работа должна вести? Ну, я считаю, что работа должна вестись с двух сторон, и я не считаю, что работа властей, она более значима, чем работа непосредственно граждан, личная ответственность, потому что, по примеру, прошлых годов мы убирали несколько крупных свалок, две в Черногубово, то есть вывезли два КАМАЗа мусора и убрали свалку перед въездом в новинки. Это огромная свалка, которая годами постоянно пополнялась, сейчас там чисто, то есть когда на чистом месте не хочется мусорить, соответственно, если бы жители поддерживали, возможно, вот эту площадку в чистоте, и кто-то бы начал следить, взял бы этот контроль на себя, то другие последовали бы этому примеру и не стали бы уже мусорить. Заступлюсь за жителей, потому что все-таки большая часть наших людей, значит, люди дисциплинированные выкидывают в пакетик, и вот если бы наши, так сказать, чиновники из администрации, из заводской администрации приходили, контролировали, поднимали эти вопросы, в данном случае вот именно я поднял этот вопрос, да, который начинает теперь двигаться, понимаешь, понимаете, и мы теперь будем следить за этим, будем доводить до ума это дело и поднимать чиновников. Вот почему у нас нет представителей от муниципалитета сегодня? Вот вопрос интересный, потому что мы вроде как собрались, основная масса-то, да, операторы, общественники, а представителей от власти нет. Придут в следующий раз, Татьяна, Алена, важную тему затронула, свалки, давайте об этом немножко тоже поговорим, я так понимаю, что проблема свалок на территории Тверской области, она не до конца решена, или все-таки это не так? Она наконец-то начала решаться с началом мусорной реформы, как раз-таки до 2019 года несанкционированные свалки вообще не убирались, ну, либо вот активные жители, да, вот по велению сердца шли и убирали. Сейчас очень большая работа проводится в этом направлении, во-первых, выявляется много свалок и по мере возможности они ликвидируются, но ответственность за ликвидацию свалки лежит на собственнике земли. То есть, во-первых, значит, после актирования данной свалки необходимо найти собственника земли, иногда это очень сложно, особенно если это частнику принадлежит, то есть у регионального оператора нет полномочий запрашивать информацию об этом человеке. И, в общем-то, часто просто вот в тупик заходят наши обращения в те или иные инстанции. Ну, либо если это муниципальная земля, то в этом плане хорошо срабатывает муниципальный договор с региональным оператором, когда свалка выявлена, и вот у нас со всеми четырьмя районами города Твери заключены подобные договоры. Свалка выявлена, и в рамках этого договора мы сразу же ликвидируем. Иначе направляется собственник у земли с требованием, чтобы он ликвидировал данную свалку в течение 30 дней. Если он не ликвидирует, тогда региональный оператор за свой счет вывозит свалку, а затем через суд пытается деньги себе вернуть за это. Но вот было сказано, что чистое место, и оно остается чистым. Это здорово, действительно, это работает. Да, как известно, чисто, как говорится, не там, где убирают, а там, где не сорят. Да, но вот, к сожалению, есть ряд примеров, когда мы убираем, и вместе с жителями, например, в Конаковском районе, на пляже, в Городне, два раза в этом году было вывезено достаточно много мусора, и жители помогали собирать его в кучу, а в итоге... Может быть, там не достает контейнеровка, потому что эта проблема тоже существует на карьерах, на тех же. Бывают замусоренные места, потому что контейнеры очень далеко находятся. Ну, я хочу поднять еще вопросы от жителей, что необходимо все-таки хотя бы раз в месяц проводить санобработку наших мусорных площадок, потому что там и кры... Так правильно, где наша власть, которая должна вот эти вопросы вентилировать, понимаете? Они нас слушают, Александр Ильич. Это очень хорошо, я очень надеюсь, да, вот чтобы раз в месяц, как с крысами поступать, чтобы санэпиднадзор что-то применял, понимаете? Я тут выходил из машины, наступил на крысу, представляете, открыл дверь левой ногой, встал на что-то мягкое, она запищала, убежала под машину и умерла там, понимаете? Вот, я потом достал лопату и похоронил ее достойно, вот, ну понимаете, я-то испугался, понимаете, что случилось, вот, поэтому крыс-то уже... Ну, мы сейчас говорили о несанкционированных свалках, да? А вот с точки зрения санкционированные у нас же, все-таки они остаются, да, на территории региона, правильно или нет? Санкционированные, это вот полигоны и свалки, на которые возится мусор, да? И насколько работа по раздельному сбору мусора лишает нас дальнейшего, скажем так, распространения, да, разрастания свалок, вообще-то как-то есть какая-то корреляция здесь? Нет, ну, естественно, чем больше мы разделяем отходы и отправляем их на переработку, тем медленнее растут наши свалки, да? Вот, ну, масштаб еще как бы раздельного сбора, ну, невелик, но будем его наращивать. Ну, он в России маленький, да, в Тверской области он больше, чем во всей России. Ну, в Твери, в Твери, я бы сказала, да, в области-то, вот, мы говорили о том, что это необходимо еще, да, вводить. Вот, ну, что касается свалок, вот, на территории региона, да, некоторые из них уже закрыты, и отрадно отметить, что на три свалки, это в Нелидово, рядом с Твери, Беженск, 16-й километр, и в Кимрах выделены федеральные средства на рекультивацию данных свалок. Это такой положительный момент, тоже, вот, демонстрирующий ход мусорной реформы. Вот, соответственно, работа ведется по замораживанию свалок, которые не соответствуют требованиям, да, определенным. Ну, еще большая работа впереди. Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос такой, а какой основной мусор остается на полигоне, когда уже основные фракции отделены и отправлены на переработку? Что-то ведь, наверное, там остается. Ну, естественно, остается-то много, в общем-то, вот, из зеленых контейнеров только часть пока идет. Несмотря на то, что на полигоне была модернизирована линия в декабре прошлого года и увеличена ее мощность, но все равно еще достаточно много идет непосредственно на захоронение на полигоне. Скажите, а не модернизировано? Ну, то есть, что составляет? Это мешки полициленовые, либо что-то еще, что-то другое? Ну, в общем, вот то, что грязное, да, мы говорили, и то, что идет в зеленый контейнер, оно грязное, оно трудно извлекается для переработки. А у нас, в общем-то, сейчас в процентном отношении зеленые контейнеры больше преобладают. Ну, вот, например, если мы будем видеть, что синие контейнеры начинают пользоваться все больше и больше популярностью, то мы будем корректировать и на той же площадке, например... И будет являться больше. Да, и будет синих больше, а зеленые... Скажите, а нет ли у нас каких-нибудь выставок, куда могли бы ваши работники ездиться, обучаться, перенимать опыт, знаете, как бывает с разными направлениями, да, вот проводятся специализированные выставки, куда, допустим, специалисты едут, а там проводятся семинары, обучаются. Новые технологии, понимаете, может быть, кандидировки за рубеж, расширять, вот, чтобы обзор увеличивать, понимаете, чтобы можно было расширять спектр услуг более качественных. Прекрасные предложения, да. Вот у нас хотя бы российское, вот, какой-то форум по мусорной реформе, куда вот ваши специалисты приедли, обменялись опытом, понимаете, себя показали, других посмотрели. Я думаю, что опыта у тверских специалистов по сбору мусора недостаточно. Недостаточно, конечно. В любом случае надо учиться и учиться. Конечно, потому что предложений сегодня, я вижу, что особых нет, кроме вот этого большого контейнера, мусорного, который очень неудобен, понимаете, потому что все-таки, я надеюсь, пройдет какое-то время, мы с удовольствием приедем к нам во двор и увидим изменения, понимаете, и эта мусорная площадка не будет людям мозолить глаза, которые пахнут с крысами, чайками там и прочим, прочим. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, Янин Павловна, это совет дома обороны 1. У нас здесь много домов и пятиэтажные за базаром на вагонном заводе. Вы не представляете, я один раз там упала. Чтобы подойти, надо преодолеть лужи, грязь к этим площадкам. Вы прежде, вот чем красиво так говорить, я уже третий раз слушаю эти передачи. Вы сделаете площадку нормально, нам обещали. Сначала сняли эти контейнеры на землю, посадили, они стояли. Мы думали, наконец-то, из-под плиты крысы выбегают, страшно к ним подойти. У нас все кидают с расстояния мусор, потому что укусит крысы и чего? Вы посмотрите, стаи выходят. Вы проедете, посмотрите, а деньги вы берете. Вот извините меня за резкость. Ну просто колоссально. Мы посчитали, сколько наш один дом платит вам за мусор, который мы выкидываем кое-как. И подойдите к площадке. Хоть раз подъедьте, пройдите с ревизии. А не так, что разделяйте. Вы сначала, прежде чем агитировать, наведите порядок на площадках. Сделайте красиво, доступно и все. И люди будут подходить. А когда в таком состоянии, извините меня, я не хочу свое здоровье, там портки один раз упало. Хватит. Извините за резкость. Спасибо большое. Молодец, молодец. Вот побольше таких звонков, чтобы власть нас услышала. Можно я обороны один, да, наверное, слышала? Нина Павловна, вам сочувствую очень, что вот в таком состоянии площадка. Хочу сказать, что за организацию площадок, за подъездные пути к ним, вот эти те же самые лужи, отвечает муниципалитет и управляющие компании. Которых сегодня нет с вами. Наши сотрудники вот в это же состояние приезжают, чтобы работать вот в этих лужах с этими контейнерами. Поэтому, ну, здесь немного не по адресу ваше обращение, но... По адресу, очень по адресу. Не по адресу к региональному оператору, да? Вот нет, кто бы ответил за это на этот вопрос. Вот, например, сколько... Вот сейчас обновление контейнеров в регионе, оно настолько масштабное, ну, никогда такого не было. В общем-то, город, он на самом деле, несмотря на то, что Александру не нравится вид этих контейнеров... Это не мне нравится, жителям нашим не нравится. Я слышала и другие отзывы, потому что, когда раньше у нас на площадке... Сегодня был звонок в телефон, и девушка сказала, Ольга, что, в общем-то... Ну, вот стояли разносортные, ржавые, там, сломанные контейнеры. Ну, это ПСЖ просто позаботил, столковые, понимаете. Они создали эту площадку. Можно я договорить, да? Да, конечно, конечно. По поводу смены контейнеров. То есть, вот смотрите, в прошлом году 1% от тарифа всего лишь заложен на контейнеры. В том году даже было меньше 1%, это 9 миллионов. Региональный оператор потратил более 122 миллионов на закупку контейнеров. То есть, по всей Твери сменили контейнеры, и в регионы тоже пошло. В этом году заложено 19 300 миллионов, 19 миллионов 300 тысяч. Потрачено уже более 20 миллионов 500 тысяч на закупку контейнеров, и дальше они будут производиться, эти закупки. То есть, вот по поводу средств, которые платят жители. Да, тариф возрос, но раньше деньги, когда платились, на развитие этой отрасли не шло ничего. То есть, вот, брали этот мусор, возили на эти свалки, которые не соответствовали, там, чему-то контейнеры стояли ржавые, кривые и так далее. Сейчас... Ну, в общем, работа ведется, Александр Петрович, да, вы понимаете? Да, и при закупке произошла стратегическая ошибка. Контейнеры, которые закуплены в большом количестве, они неудобные для использования наших воров. Я слышала другие мнения, что достаточно удобно, и, в общем-то, крышки на них есть, согласитесь. Но им не пользуются, они открыты. Вот и опять мы возвращаемся к тому, что... Ну, в общем, у нас получилась горячая такая сегодня программа, у нас было много телефонных звонков, люди, кто-то звонил, да, и поддерживал работу, которая ведется, кто-то был этой работой не очень доволен. Мы обсуждали сегодня мусорную реформу, которая проводится в Тверской области, да, и раздельный сбор отходов, который должен быть частью этой работы, и, разумеется, очень важная тоже составляющая. У нас сегодня присутствовала Татьяна Иванченко, пресс-секретарь Твери спецавтохозяйства, Алена Хрусталева, экотренер, координатор проекта «Сделаем в Твери», и житель Твери Александр Кулаев. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго, до свидания.